Мир Сибири покорила Остяковогульская вышивка. В Красноярском крае подвели итоги международного фестиваля этнической музыки и ремесел. Он прошел недалеко от поселка Шушенское и собрал сотни участников и тысячи гостей. Так, в основной этап мастеровой премии «Мир. Мир» прошли 12 художников. Они представили работы в самых разных традициях и техниках. Роспись по дереву, керамика, обработа соломки и бересты, валяние из шерсти, художественная игрушка и бисероплетение. В число номинантов попали и трое югорчан. Это керамисты Светлана Лебедева из Кандинского района и Иван Демьяненко из Нижневартовска. Также за победу боролась уральская мастерица Виктория Шишкова. Она представила итоги исследовательской работы по восстановлению Остяковогульской вышивки Центром народных художественных промыслов и ремесел Югры. На нашей территории это живое наследие. Это не сувенирная культура, не музеифицированная, а это живые традиции народного искусства. Ну и, конечно, зная, что богатейший, уникальнейший пласт, восстановленный нами, это вышивка редчайшая, которая считается шедевром Западной Сибири. Отправили от Центра двух человек, которые представляли выставку, представляли коллекции костюмов, проводили презентацию и подтверждали мастерство, демонстрируя сам ручной труд. Остяковогульская вышивка бытовала на территории Югры в 19-м столетии, потом исчезла. Сотрудники окружного центра ремесел кропотливо занимались ее восстановлением четверть века. В результате появилась большая коллекция аутентичных вышитых костюмных комплексов вышивка канды. Она покорила жюри фестиваля и получила премию мира в номинации «Традиционные ремесла». Очень огромная работа с бисером. Точно так же, как и остяцкая вышивка, украшения, которые были характерны конец 18-го, 19-го века, они именно вошли в эти комплексы. Обувь, которую носили, вязаные вещи или шитые суконные чулки – это все эпоха, эпоха, которая осталась в истории, а сегодня это живая история, и каждый может познакомиться с ней.